Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном брифинге. Сегодня он вот в таком вот обновленном формате, полагаем, что он непременно придется вам по душе. И если понравится, то, по крайней мере, среднесрочные прогнозы будем готовить именно так. Сегодня, помимо того, что обновленный формат, я хочу предложить прогнозы, которые предусматривают возможность трейдинга на более длительную перспективу, нежели мы рассматриваем всегда. Что касается количества активов, то это привычный набор инструментов. Рассмотрим, безусловно, нефть, которая сейчас волнует каждого без исключения. Переключимся на курс российской валюты, потом поговорим про перспективы евро, американской валюты против иены, ну и, конечно же, британского валютного актива. Начнем мы традиционно с бренда, как это всегда характерно для нашего каждодневного брифинга. Сейчас вы видите на своих экранах понижательный тренд, который характерен для этого актива уже на протяжении многих месяцев. Или даже лучше сказать, мы видим то, что бренд продолжает активно снижаться уже больше года. Локально периодически возникают прострелы, но это больше связано с деятельностью маркетмейкеров. И, как показывает практика, у них не хватает силенок, чтобы продавить этот актив еще ниже, потому что на рынке появляется соответствующий фундаментальный фон, указывающий на то, что бренд и WTI нужно продавать и активно делать ставку именно на коррекционный посыл. Поэтому каждый раз, когда вроде бы как появляются локальные проторговки, которые выводят актив к, скажем, максимальным локальным уровням, после этого мы наблюдаем серьезную разгрузку актива, появляется фундамент и говорит о том, что мы все правильно делаем. Кстати, кончик этого слайда указывает на то, что бренд уже, по сути, достиг локального минимума, который был зафиксирован на этой неделе ниже 30 долларов за баррель. Отмечу, что когда-то мы цеплялись за очень серьезную поддержку, которая значилась в районе 50 долларов за баррель. Но после того, как бренд активно преодолел этот уровень, все сразу стали говорить о том, что на рынке присутствует серьезный фундамент, который указывает на то, что таких сакральных рубежей для этого актива нет. И вот буквально в ходе этой торговой пятидневки мы достигли еще более серьезной поддержки. По сути, локально даже видели, как 30 было трансформировано в сопротивление, потому что минимальный уровень составил 29 с небольшим. Поэтому сейчас я советую обратить максимум внимания на возможности трейдинга брендам, потому что, учитывая актуальный новостной фон, у нас по-прежнему серьезный фундамент, указывающий на то, что этот актив можно дальше активно осолить. Говоря про основные предпосылки для того, чтобы бренд распродавать, предлагаю взглянуть на этот слайд. Здесь мы видим соотношение спроса и предложения по энергетическим ресурсам. Этот слайд и эта статистика, кстати, взята из ежегодного обзора, который публикуется ближневосточным картелем. Видите то, что последняя статистика датирована третьим кварталом 2015 года. За четвертый еще нет информации. Но поскольку знаю, что среди вас есть те, кто регулярно смотрит наши брифинги, вы знаете то, что у нас фактически есть уже те цифры, которые здесь еще не отражены. Производство нефти зашкаливает. Мы знаем то, что квота сейчас утверждена уже после последнего заседания ОПЕК, находится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Мы знаем то, что фактически объемы производства находятся гораздо выше. И этот график, в принципе, это подтверждает. В четвертом квартале мы наблюдали то, что фактически объемы выработки в рамках ближневосточного картеля составили уже, по сути, 32 с небольшим миллиона баррелей. И мы постоянно готовимся к тому, что это предложение будет усилено, потому что спекулятивная война, ценовая война в рамках самого ОПЕК, она продолжается. И мы знаем то, что впереди дополнительные объемы со стороны Ирана. Мы видим то, что происходит с фактическими цифрами по производству из США, из России, в частности. Последняя статистика производства нефти в рамках американской экономики. Вернемся на неделю назад. Это дополнительно, плюс к тем объемам, которые были характерны для этого региона, 17 тысяч баррелей в сутки. И, по сути, прошлую неделю мы закрыли на цифре в 9,22 миллиона общего производства. На этой неделе запасы, точнее, производство снова выросло. Плюс 7 тысяч баррелей в сутки. И фактически объем 9,23. Что касается российской экономики, после несостоятельного налогового маневра, который предполагал постепенное снижение экспортной пошлины за счет постепенного, такого же последовательного повышения НДПИ, сейчас от этой практики немного отказались, потому что цены на нефть указывают на серьезные риски, идущие для российской экономики, для достаточности российского бюджета. Поэтому от налогового маневра в том формате пришлось отказаться, экспортную пошлину будут снижать, но несколько медленными темпами. Но сейчас было решено сделать ставку на большие объемы производства, потому что таким образом будет сформирована дополнительная база, которую можно будет облагать налогами. Соответственно, вывод здесь напрашивается сам собой. Плюс к этим цифрам уже в 16 квартале мы добавим увеличенные объемы производства и с российского рынка. Уверен, у нас будет много статистики и со стороны ближневосточного картеля, и со стороны США, поэтому даже несмотря на катастрофическое снижение количества боровых, вроде бы как спекуляции, слухи, появляющиеся на рынках о том, что объемы производства снижаются, в цифрах мы этого не видим. Но мы всегда руководствуемся именно статистикой. А статистика указывает нам на том, что мы в 16-й год перешли с переизбытком беспрецедентных уровней. И этот переизбыток будет создавать дополнительные условия для того, чтобы бренд и WTI снижались вниз. Если мы уже коснулись тех объемов предложений, которые характерны для рынка, нужно прекрасно понимать то, что противоположной экономической категорией от этого является именно спрос, который идет со стороны мировой экономики. И здесь ключевым барометром рыночных настроений выступает именно Китай. Предлагаю взглянуть на следующий слайд. В частности, здесь вы видите фактически объемы темпов экономического восстановления характерные для второй по величине экономики мира. В 2015 году множество я видел прогнозов. Все они склонялись в пользу того, что Китай через какие-то дополнительные инструменты поддержку со стороны Народного банка сможет выйти из тех рецессионных рисков, которые характерны для этого региона и удержатся выше 7%. Но мы делали ставку на то, что Китай, особенно после актуальных цифр по состоянию промышленного сектора сферы услуг, не сможет найти основания, чтобы закрепиться выше 7%. Поэтому понижательный тренд сохраняется уже с 2010 года. 2015 год уже ниже 7%. И если мы посмотрим сейчас на ряд самых пессимистичных прогнозов со стороны рейтинговых агентств, инвестиционных банков, мы сможем увидеть то, что большинство аналитиков сходится во мнении, что Китай закроет 2016 год даже в районе 6,5%. Я считаю то, что это правильная оценка, потому что, учитывая актуальную статистику, учитывая те риски, которые сейчас характерны для Китая, да и особенно факт развязанной, по сути, валютной войны, дивляционного характера через юань, я считаю то, что для Китая можно обозначать самые мрачные перспективы. И если мы отталкиваемся от Китая, пытаясь определить спрос на товарно-сырьевые активы, здесь вывод также напрашивается сам собой. Ослабление китайской экономики создает серьезный системный риск для мировой экономики, и этот серьезный системный риск мы транслируем в стоимость товарно-сырьевых активов. Сейчас мы готовимся к очередному блоку макроэкономических данных, они выйдут на следующей неделе, это роничные продажи, промышленное производство, инвестиции в капиталовложения, в народное хозяйство, но еще увидим обновленный показатель по ВВП. Я советую сейчас рассматривать возможности негативного тренда, плохих данных, тем более, что за последние полгода Китай уже дважды подложил участникам рынка полноценную мину. Это было в августе, это было буквально на прошлой неделе, когда после выхода очередного блока слабых макроэкономических данных на рынке снова появилась паника. Мы увидели коррекцию шанхайского композитного индекса, и по принципу цепной реакции эти тренды стали характерны для других мировых офиц. И тут же мы увидели повышенный спрос на защитные инструменты, к которым традиционно относится франк, традиционно относятся японская валюта и драгоценные металлы. Что касается товарно-средневых активов, то нефть и без того очень сильно страдала от актуального новостного фона, от переизбытка приложения. Но сейчас, если нет возможности поглядывать на Китай, точнее, возможности-то есть смотреть, но нет возможности зацепиться за какую-то хорошую статистику, нефть прекрасно понимает то, что покупателей на эти беспрецедентные объемы производства по сути нет. А значит у нас еще один фактор, который указывает на то, что этот актив можно стремительно распродавать. Далее идем. Следующий слайд это, по сути, прогноз экономического роста, который характерен для мировой экономики. Я специально поместил его в черную рамку, не то чтобы похоронил, конечно же, ее, но в целом, учитывая те данные, да и тренды, которые вы сейчас наблюдаете, перспективы не самые радужные. И я думаю, что ключевой все-таки фактор для такой разгрузки выступает Китай. На 2019 год мы видим то, что полномерное снижение Китая сохранится. Если кто-то сомневается в том, что сейчас идет жесткая посадка, я советую вам не сомневаться, потому что это действительно так. Китай испытывает трудности, серьезные времена. И пока даже те меры, которые запускаются в рамках китайского мегарегулятора, они недостаточны, чтобы изменить вот этот негативный настрой. Поэтому, отталкиваясь от Китая, мы видим, как, к сожалению, вынуждены мириться с этим другие регионы, которые зависят, опять же, от Китая. Да и это, в принципе, вся мировая экономика. И здесь, на этом слайде, мы видим то, что и Австралия, и Канада, и Великобритания, и Германия, они испытывают серьезные проблемы, в частности, если говорить про еврозону. Здесь очень глубокий риск, потому что еврозона, по сути, благосостояние еврозоны зависит от тех объемов экспорта, которые обычно характерны для этого региона. А если мы видим, как страдают основные потребители, значит, мы говорим об очень в перспективе слабых темпах экономического роста для всего валютного блока. И мы неоднократно слышали это от господина Драги, который возвращается к этому в ходе каждой своей конференции, отмечая, что сейчас рынку приходится иметь дело с страшными временами, полноценным кризисом. Проводить исторические параллели, конечно же, можно, но вот где мы увидим подобные повторения. Хотя чуть позже, когда мы перейдем, опять же, к российской экономике, мы найдем, скажем, с чем сравнить то, что наблюдаем сейчас. Еще одним фактором разгрузки позиций Брента выступает очевидное противостояние, которое сейчас наблюдается между Саудовской Аравией и Ираном. Напомню, что буквально в декабре мы активно следили за заседанием ОПЕК, пытались найти поддержку для нефти, ну, по крайней мере, пытались найти поддержку тех, кто ставит на рост и Брент и WTI. Потому что тогда была возможность, что ближний восточный картель соберется, обсудит и, наконец-таки, осознает, что только в их руках возможность стабилизации ценной энергоресурсы. Что можно было для этого предпринимать? Конечно же, снизите квоту, которая сейчас уже долгое время держится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Квоту не снизили, квота осталась на прежнем уровне. Фактически объемы, как я отметил в начале этого брифинга, уже гораздо выше. И сейчас мы говорим после разрыва, буквально на прошлой неделе, дипоотношений между этими государствами, что солидарной позиции и вовсе выработано не будет. Раньше оптимистично надеялись то, что Саудовская Аравия, будучи ведущим производителем энергоресурсов, все-таки отступит от позиции производства рекордных объемов, высвободит определенную долю на рынке и опустит вперед Иран. Сейчас мы видим то, что Саудовская Аравия ни в коем случае не пойдет на подобный жест доброй воли. Иран, в свою очередь, также не отказывается от своих амбициозных планов, даже несмотря на то, что Саудовская Аравия не снижает объем производства. Но Иран готовится задействовать все производственные мощности, которые имеются в арсенале этого государства, и поднять планку производства до 4 миллионов баррелей в сутки. Не нужно долго гадать, чтобы понять, что такие дополнительные объемы в масштабах всей мировой экономики выведут состояние переизбытка на совершенно новый уровень. И тогда нужно будет готовиться к еще большим потерям. Думаю, что те ориентиры, которые идут со стороны инвестиционных банков, они как раз указывают на то, что все это понемногу дисконтируется в цены. Если вы были не в курсе, я советую рассмотреть сейчас возможность и вот этого, факты эскалации напряженности между ключевыми производителями, чтобы найти еще один дополнительный аргумент для среднесрочных распродаж позиций Brent и WTI. Чтобы подтвердить факт уже нарастающей ценовой волны конкурентного типа, стоит отметить то, что на прошлой неделе Саудовская Аравия подняла дисконт для северо-западной Европы и довела его до 60 центов с одного барреля. Это очень много, и делается это для того, чтобы Европа, да и в принципе другие потребители, даже не задумывались и не рассматривали возможность, чтобы покупать нефть у кого-то еще. Поэтому все, что я сказал, помимо переизбытка, недостаточного спроса, ожидания того, что приложение будет увеличиваться, а спрос падать, факт серьезного конфликта между, даже в рамках самого ближневосточного картеля, добавляет нам еще один серьезный триггер для того, чтобы распродавать Brent. Поэтому в качестве ближайшей цели, которую я предлагаю вам поставить по Brent на ближайший квартал, то есть получается до январь-февраль-март, может быть даже заходом на апрель, это снижение, возможно, даже в район 25 долларов за баррель. Это очень много, потому что сейчас актуальная цена 30 с небольшим. Получается, если Brent доберется до 25, это значит то, что ему придется потерять еще практически 20%. Это, конечно же, значительные потери. Но то, что показывает нам, опять же, практика, и то, что мы наблюдаем на рынке в последнее время, это еще одно подтверждение того, что такие коррекционные настрои, они могут появляться на рынке очень быстро. Самое главное, быть вовремя к ним готовы. Разумеется, учитывая высокую коррекционную связь между Brent и российской валютой, рубль вынужден также страдать из-за того, что происходит. И, в принципе, вот этот слайд, он явно подтверждает тот факт, что рублю сейчас приходится максимум ориентироваться на состояние нефти, потому что так уж сложилось, что российская экономика не может похвастаться какими-то высокотехнологичными способами производства, серьезными конкурентными предприятиями, которые позволили бы нам закрыть глаза на состояние энергетического рынка и начать искать какие-то триггеры, катализаторы для экономики где-то еще. К сожалению, Россия, будучи сырьевым придатком, сейчас ориентируется только на нефть, поэтому каждый раз, когда мы видим в средствах массовой информации факт серьезного падения ценовой разгрузки Brent, мы понимаем то, что то же самое сейчас происходит и с рублем, потому что взаимосвязь между этими активами значительна. Если проследить, опять же, параллели между стоимостью Brent и состоянием российской экономики, на этом слайде это также прекрасно видно. То, что в случае серьезного падения нефти, мы тут же говорим о тех рисках достаточности федерального бюджета, которые возникают, сейчас дефицит бюджета составляет уже больше 5%, это только начало, потому что, судя по ряду прогнозов, экономисты уже советуют ориентироваться на более слабые макроэкономические данные. И если нефть реально продолжит снижаться, значит, мы будем констатировать еще более глубокую просадку российской экономики. А что произойдет с, соответственно, российской валютой, также нетрудно догадаться, потому что, как я уже отметил, между рублем и нефтью существует высокая корреляционная связь. Если сомневались, посмотрите на этот слайд. Стоит только нефтью показать нисходящий тренд, рубль тут же вынужден девальвироваться против всех своих основных конкурентов. И если совсем уж говорить про перспективы рубля, хочу отметить то, что, к сожалению, из-за девальвации курса национальной валюты мы имеем дело с таким понятием, как логичный разгон индекса потребительских оцен. Рост инфляции. Рост инфляции, тогда, когда снижаются заработные платы, когда жизнь в стране ухудшается, это еще один негативный момент, который усугубляет и без того тяжелую экономическую ситуацию и рисует еще более мрачные перспективы по экономическому восстановлению. Поэтому, как только ревальвируется рубль, мы рассчитываем, а точнее начинаем готовиться к тому, что полномерно будет расти инфляция. И здесь работает простая математическая логика. Девальвация рубля на 1% добавляет к будущему показателю индекса потребительских цен 0,1%. Но, правда, есть временной зазор лаха в 6-7 месяцев. Если это действительно так, а это именно так, значит, в втором полугодии 2016 года мы будем наблюдать инфляцию с большой долей вероятности выше 14, а то и даже 15%. Соответственно, цены снова вырастут, потребительская активность в очередной раз окажется под еще большим ударом, розничные продажи будут падать, промышленные секторы без того просел уже больше, чем на 10%. В сферу услуг также страдает дефицит бюджета катастрофический, поэтому сейчас уже те реалии, которые характерны для российского рынка, их сравнивают с 98-м годом. Но если рублю удастся в ближайшее время девальвироваться в 4 раза, как это было в 98-м году, я в этом ничуть не сомневаюсь, мы, уверяю вас, превзойдем то макроэкономическое состояние, которое было характерно для 98-го года. И что будет с российской валютой при этом? Разумеется, рублю придется еще больше сдавать. Поэтому каждый раз, когда мы пытаемся спрогнозировать дальнейшие стоимости курса российской валюты, я, разумеется, предлагаю следить за нефтью и держать в голове вот такую вот порочную связь, которая указывает нам, приблизительно на каких уровнях должна находиться российская валюта при актуальных ценах на энергоресурсы. Здесь видно то, что российский бюджет после последних переверстываний, перепланировок был зафиксирован на 2015 год в районе 60-50 долларов за баррель. Но фактически цены указывают на то, что мы снова будем наблюдать, как его с точки зрения прогнозов будут менять, и придется закладывать самые мрачные и пессимистичные ожидания. Поэтому дальше, как только рубль окажется под еще большим давлением, исходя из этого будем смотреть за нефтью. Если нефть окажется в районе 20 долларов за баррель, вы можете посмотреть, где должен находиться курс российской валюты, чтобы хоть как-то обеспечить хоть какими-то деньгами российский федеральный бюджет. Поскольку сейчас у нас цены уже в районе 30, мы видим курс российской валюты недалеко от 80, но по идее он должен быть, даже исходя из этого слайда, быть на совершенно новом уровне по факту девальвации. Я хочу сказать, что это лишь указывает на то, что мы имеем дело с немного заторможенной реакцией, поэтому если на рынке появятся какие-то дополнительные негативные факторы, если на рынке мы увидим с точки зрения тех трейдеров, которые анализируют макроэкономические актуальные данные, падение ВВП, рост индекса потребительских цен, серьезное сокращение доходов, все это станет как раз тем самым бустом, который тут же отправит рубль к тем уровням, которые вы сейчас примерно видите на своих экранах по факту соответствия с нефтью. Поэтому на ближайший квартал я предлагаю замахнуться на возможность девальвации курса российской валюты даже до 80 рублей против американского конкурента. Но если нефть при всем этом найдет основания для того, чтобы просесть еще ниже, мы будем говорить о еще более серьезных рисках. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Также очень интересная валютная пара сейчас, потому что очень интересный новостной фон. Мы следим за еврозоной, мы следим за США и пытаемся, скажем, склеить воедино те макроэкономические посылы, которые идут и оттуда, и оттуда, чтобы поставить конкретные цели по этому тандему валютных активов. Европейская валюта позиционно снижается, но если, опять же, не брать, не рассматривать тот августовский выпад, который вы сейчас видите, это, в частности, заседание Европейского Центрального Банка, когда ЕЦБ не оправдал те надежды, которые на него возлагали, и не пошел все-таки на решение программы количественного смягчения, но все-таки оставил этот вопрос в подвешенном состоянии. А вопрос в подвешенном состоянии говорит о том, что до него могут дойти руки при ухудшении макроэкономического фона. Поэтому сейчас, говоря про европейскую валюту, увеличим, скажем, последний участок ценового графика, сейчас евро-доллар продолжает находиться в районе 0.1-0.9. Если ставить конкретные цели на ближайший квартал, на конец ближайшего квартала, я считаю то, что у европейского валютного актива есть все основания, чтобы просесть в район 1.0.5. Мы сейчас не беремся рассматривать возможность приоритетного значения, потому что понимаем, что для того, чтобы евро просыпалось еще сильнее, нужен соответствующий фундамент, нужен более агрессивный подход со стороны Европейского центрального банка, нужны новые объемы программы количественного смягчения. И это пока только обсуждается, потому что ЕЦБ следит за актуальной статистикой, смотрит за тем, что нам рисуют статисты из еврозоны, и прежде всего поглядываем за показателем индекса потребительских цен. Поэтому плавно предлагаю вам перейти к фактическим цифрам, которые мы сейчас наблюдаем по уровню инфляции в рамках еврозоны и Германии. Каждый раз, рассматривая возможности этой статистики, этих данных в рамках всего валютного блока, я предлагаю отталкиваться с состоянием ведущего локомотива еврозоны. Это немецкая экономика, Германия. И здесь, на этом графике, совершенно очевидно, то, что индекс потребительских цен находится под серьезным ударом. Он снижается. Какое-то время пытался зацепиться за нулевую отметку, но потом мы все равно увидели, как дефляция, она все-таки торжествует. И последние данные, по сути, на позапрошлой неделе, минус 0,1%, и риски дефляции, они уже реализованы. Это говорит о том, что 4 квартал 2015 года Германия закрыла очень плохо. Это является следствием слабой потребительской активности, слабых хроничных продаж. А как раз фактором, который и поспособствовал такой слабой статистике, как раз низкие показатели по индексу потребительских цен. А здесь нужно искать предпосылки в той динамике, которую показывает рынок энергоресурсов. Потому что снижение как раз цен на нефть, разумеется, приводит к тому, что падают и цены. Напомню, что для еврозоны низкая инфляция – это самая страшная проблема, которая характерна уже несколько лет. Потому что, видя, что индекс потребительских цен постепенно снижается, потребители в еврозоне откладывают покупки, снижается спрос на товары длительного пользования, падают в роничные продажи, и экономика не может получить дополнительный заряд бодрости от потребительской активности и показать те уровни, которых она достойна. А еврозона достойна действительно хороших данных по темпам экономического расширения. В виде того, что происходит сейчас, к сожалению, нужно констатировать, что тех мер, которые были задействованы со стороны Европейского центрального банка, беспрецедентны. Да, признаю, это действительно так. Потому что программа количественного смягчения, она уже составляет 60 миллиардов евро в месяц. Напомню, в ходе декабрьского заседания было принято решение ее продлить. Соответственно, еще на полгода ставка по депозитам была снижена. Но мы полагали, что ее снизят до минус 0,5%, пока ее держат на уровне минус 0,3%. Возможно, при ухудшении махроэкономического фонда ЕЦБ все-таки поймет, что даже такая отрицательная ставка не останавливает коммерческие банки от того, чтобы они несли свободные денежные средства и клали их на корс счета Европейского центрального банка. Даже несмотря на то, что за то, чтобы поддержать деньги на счетах ЕЦБ, им приходится платить 0,3% в байсных пунктах. Может быть, еврозона начнет руководствоваться практикой, которая сейчас характерна для Национального банка Швейцарии. Там отрицательная процентная ставка минус 0,75%. И, честно говоря, вроде бы как такой уже стимул работает. Но в рамках валютного блока мы все-таки ориентируемся на расширение программы количественного смягчения. Потому что знаем, как показывать опыт других регионов. Наверное, ничто не может оказать большего разгоняющего эффекта на показатели по инфляции, кроме как наполнение экономикой денежной массы. А программа количественного смягчения – это как раз самая лучшая, скажем, панацея от этого. 60 миллиардов евро в месяц не работают. И почему Европейский центральный банк не осознал этого ранее? Может быть, я не сомневаюсь даже в этом. Это произойдет чуть позже, уже до конца первого квартала 2016 года. И если все-таки мы будем говорить о необходимости расширения программы количественного смягчения, значит, к текущим 60 миллиардам евро в месяц мы добавим еще 15-20. И тогда денежная масса возрастет. Может быть, тогда мы увидим возможность выхода показателя по уровню инфляции на положительную территорию. И будем говорить о том, что и в рамках всего валютного блока показатель уже не будет цепляться за такие ничтожные значения, как 0,8%. Это, кстати, основной индекс потребительских цен. Если говорить просто про уровень потребительской активности через инфляцию, то здесь также около нулевой отметки 0,2%. Катастрофический низкий уровень. Нужно поднимать, потому что если ЕЦБ будет возиться и дальше, если ЕЦБ не поймет необходимость этих мер в ближайшее время, значит, еврозона столкнется с теми же самыми проблемами, которые вот уже несколько десятков лет характерны для Японии. И даже несмотря на то, что они сейчас также запустили программу количественного смягчения, к сожалению, это поздно, потому что ВВП уже полностью растерян. Инфляцию, чтобы вывести к целевому показателю в 2%, не знаю, сколько понадобится времени, но в рамках японского мегарегулятора продолжают травить байки о том, что инфляция ДАГ стигнет целевого порога в 2% в ближайшее время. Мы видим то, что это не так. И, к сожалению, такой же целевой порог в 2% поставлен и в рамках Европейского Центрального Банка. Но пока это то, о чем приходится мечтать. И до тех пор, пока мы не увидим, что индекс потребительских цен растет, мы не будем рассматривать возможность расширения показателей по ВВП. И мы ни в коем случае не найдем возможности для покупки европейской валюты. Подтверждение моих слов, в частности, показатели по ВВП в рамках всего валютного блока. Они, в принципе, уже несколько лет снижаются. И 2015 год, вы прекрасно видите, то, что еврозона закрыла на очень низком уровне, 0,3%. В ближайшее время у нас будут обновленные данные. Но я уже полагаю, что статистика будет еще хуже. Потому что, учитывая то, что я сказал, все риски еще сохраняются. Поэтому, если форс-мажора на рынке не повторится, форс-мажор связан прежде всего с, опять же, китайской статистикой, мы сможем наблюдать еще более низкие ценовые значения. Еще один аргумент хочу предложить вам для того, чтобы убедить в том, что евро на самом деле имеет серьезные основания для распродаж. Это расхождение доходности немецких бумаг и американских. Обязательно нужно поглядывать на эту статистику, на состояние долгового рынка. Потому что здесь очень очевидно можно увидеть, какие активы пользуются большим спросом. Вы видите то, что американские бумаги, они характеризуются большей доходности, чем немецкие облигации. И если, опять же, все соединить это в один слайд, можно увидеть факт серьезного спреда расхождения. И в 2015 году, даже уже можно говорить сейчас, в 2016 году, этот спред достиг максимального уровня за последние несколько лет. Для инвестиционных банков, кстати, именно вот этот подход является определяющим, чтобы найти возможности для распродажа европейской валюты. Поэтому я советую вам обратить внимание и на эти данные, потому что они также абсолютно очевидно свидетельствуют в пользу того, что евро будет находиться под давлением, потому что трейдеры, институциональные капиталы, крупные инвесторы будут нести свои деньги в те активы, которые характеризуются большей доходностью. Будет расти интерес к американским облигациям, а вместе с притоком средств в американские облигации будет повышаться доходность инвестирования в активы, которые номинированы в долларах. И в связи с этим хорошо будет чувствовать себя именно американская валюта. Поэтому еще один аргумент и вывод, который можно сделать из того, что мы наблюдаем сейчас, это очевидные предпосылки, которые имеют место быть сейчас для разгрузки европейской валюты. И эти предпосылки указывают на то, что евро-доллар будет сохранять коррекционный настрой. И я предлагаю замахнуться до конца первого квартала 2015-2016 года, прошу прощения, на возможность снижения этого дуэта валютных активов в район 1.05. Далее идем. Доллар и японская иена. Тоже очень интересный симбиоз валютных инструментов, потому что здесь также можно анализировать контраст монетарных политик. Посмотрим на фактический график. Видим то, что для доллара и японской иены уже длительное время характеризуется серьезный, очень широкий канал. Вы видите серьезные просадки, которые наблюдались вот в августе и вот буквально на прошлой неделе. И здесь все это связано опять же с китайским фондовым рынком, состоянием китайской экономики и китайскими данными. Потому что, как я уже отметил в начале брифинга, усугубление ситуации по состоянию второй по величине экономики мира провоцирует спрос на защитные активы. Иена тут же начинает пользоваться поддержкой со стороны капиталов инвесторов и оказывает серьезное давление на своего конкурента доллара, потому что японская иена действительно более привлекательна. Если вы проведете параллель еще с тем, как августовское падение и то снижение, которое мы наблюдали на прошлой неделе, влияло на другие активы, вы посмотрите, как хорошо чувствовал себя еще франк и драгоценный металл, прежде всего золото. Но китайский фактор это то обстоятельство, которое очень быстро сходит на нет. Август нам это показал. После того, как трейдеры позабыли о той разгрузке, которую показывал шанхайский композитный индекс, как только фондовые рынки вошли в более-менее привычное русло, перестали негативить, мы увидели снова переток капиталов в доллар, потому что тогда трейдеры продолжили готовиться к повышению процентной ставки. После этого последовало восхождение. И вот если бы не Китай, мы бы уже торговались недалеко от уровня 125. Но я считаю, что ту возможность, которую нам подарил рынок сейчас, нужно непременно использовать, потому что в последнее время пара USDN просела к тем уровням, на которых она, наверное, не должна была находиться и не находилась бы, если бы не этот форс-мажор. А поэтому эти значения нужно непременно использовать как шанс купить пару USDN по очень комфортному уровню и замахнуться на более восходящее ралли и возможность движения в район 125. Но это, конечно же, потребует больше времени. Но 123, я считаю, то, что вполне реально до конца этого квартала. Где ищем поддержку для доллара? Конечно же, традиционно в статистике. Потому что статистика, судя по комментариям представителей ФРС, это как раз то, за чем сейчас продолжает следить все трейдерское сообщество, ища возможности в хороших данных для того, чтобы убедить ФРС продолжить череду повышения процентных ставок. Одно повышение у нас уже есть. Мы готовимся еще к четырем, которые могут последовать в этом году. Но для того, чтобы ФРС не свернул с этой тропы ужесточения монетарной политики, нужно, чтобы статистика также продолжила радовать трейдеров. Следим за данными по рынку труда. Слайд очень хорошо указывает на то, что ФРС выполнил свое обещание, которое поставило в 2008 году. Когда безработица, точнее даже не в 2008 году, лучше сказать в 2009, была на уровне 10%, и тогда мы услышали обещание, что в ближайшее время, но им понадобилось на это 5 полноценных лет, мы увидим сползание уровня безработицы к тому показателю, который был характерен для американского рынка труда ранее. Это 5%. И в декабре, да по сути даже в четвертом квартале 2015 года, ФРС достиг этой отметки. Уровень безработицы 5%. Мы видим то, что он держится сейчас. Следим за Non-Farm Parals. Это ключевой отчет, который, по сути, и готовит нас к фактическим цифрам по состоянию американского рынка труда. И вы сейчас видите то, что данные, которые мы анализировали на прошлой неделе, показали максимальный прирост 292 тысячи новых рабочих мест. Почти три сотни. Разве это не тот фактор и не тот убедительный сигнал, который должен быть использован американским мегаревлятором, чтобы продолжить цикл повышения процентной ставки? Я считаю то, что именно тот. А поэтому, если кто-то сомневается в росте американца, нужно посмотреть за тем, что сейчас происходит на американском рынке труда. Нужно проследить вот эти тенденции, параллели, и вы поймете то, что рынок труда продолжает улучшаться. Американская экономика сможет похвастаться чуть ли не самыми лучшими темпами экономического прироста в 2016 году, как это было среди всех развитых рынков в 2015 году. Что бы ни говорили, американская экономика сейчас на коне. И основополагающим, еще более убедительным сигналом того, что более-менее сейчас все неплохо, являются данные по росту зарплат, на которые я хочу обратить внимание сейчас. Это также динамика, фактически тренд. Средняя почасовая зарплата. Опять же, по факту отчета прошлой недели, и мы замкнули, и по сути 2015 год, выросли до максимального уровня 2,5%. Поэтому у нас сейчас локальный хай. У нас статистика, которая говорит нам о том, что через рост зарплат стоит надеяться на постепенное движение верха общего показателя по инфляции. Потому что если американцы получают больше, если оклад выше, значит они будут тратить больше, тем более, что и цены на нефть проседают, значит у них высвобождаются больше средств, которые они раньше потратили бы на энерго-ресурсы, чтобы они направили эти средства куда-то еще. Денег в экономике становится больше, растут показатели потребительской активности, роничных продаж, и промышленность реагирует, разумеется, на это увеличенным производством и постепенным подъемом цен. Если все будет так, конечно же, гладко, как я отметил, значит мы все-таки увидим движение показателя по индексу потребительских цен в рамках американской экономики к целевому порогу в 2%. Пусть на это понадобится еще больше года, но все-таки самое главное получить стимул и вектор для начала восходящего движения, а потом уже он докатится и доведет статистов до тех целевых ориентиров, которые необходимы. Сейчас позитив очевиден, и я советую этот позитив непременно также закладывать в основу роста доллара. Далее идем. Что можно еще закладывать в основу трейдинга пары доллар-японская иена? Конечно же, еще и соответствующий фундамент со стороны Японии. Напомню, что те, кто сомневается сейчас в том, что японская валюта будет слабеть, здесь стоит отметить фактически показатели по инфляции, потому что Япония уже долгое время борется с низкими показателями. Долгое время, это мягко сказано, почти 25 лет, и это действительно так. И вот только недавно они осознали необходимость более агрессивного выкупа активов через, опять же, анонс беспрецедентных мер экономического стимулирования и запустили программу количественного смещения. Спасибо об экономике. Текущие объемы 80 триллионов йен в год. Они работают, действуют, хотя работают также очень громкое слово. Посмотрите на фактическую статистику по инфляции, инфляция снижается. А цель, опять же, запуска программы количественного смещения все-таки была вывести показатели к целевому значению, которые также находятся в районе 2%. Пока инфляции, стоящей им, не видать как своих ушей. А значит, мы готовимся, так же, как и Европейский центральный банк, будем надеяться к тому, что Банк Японии будет более проактивным, а значит, осознать необходимость более агрессивного выкупа активов. То есть, я уже несколько квартов жду, что Банк Японии анонсирует более агрессивный выкуп активов. Я уверен в том, что непременно этого дождусь. Соответственно, как только будет увеличена программа количественного смещения, мы получим серьезные предпосылки для разгрузки японского валютного актива. И тут же я напоминаю вам про контраст монетарных режимов. ФРС готовится к повышению ставок, а вот Банк Японии, к сожалению, пока, разумеется, таким настроем похвастаться не может. Им нужно смягчать экономику. И здесь абсолютно логичный оправданный рост доллара и абсолютно логичное оправданное снижение японской валюты. Если кто-то из вас полагает, что японская валюта будет дальше укрепляться, вы должны прекрасно понимать, что если экономика Японии сейчас заинтересована в том, чтобы стимулировать промышленности, о каком укреплении курса сейчас можно говорить. Потому что укрепление курса национальной валюты будет подрывать конкурентоспособность национальных производителей. А если еще и будет страдать промышленность, если цены будут также находиться под непонятным трендом, исходя из этих изменений, если мы будем наблюдать и дальше такую слабую статистику, я считаю, что индекс потребительских цен и вовсе окажется в красной зоне. Там, собственно, недалеко еще осталось. И тогда можно будет вообще крест поставить на даже процентном или полуторапроцентном приросте, который должен быть в любом случае характерен для японского рынка. Поэтому, резюмируя все, что я сказал, доллар и японская иена. Подаренная возможность сейчас, чтобы зайти на ближайший квартал в лонг и ждать, пока пара USD иена доберется до уровня 125. Тем более, что в первом квартале мы реально можем дождаться еще одного решения со стороны американского мегарегулятора по повышению процентной ставки. Если это произойдет, значит доллар будет одним из самых динамично растущих активов. Далее идем. Фунт против доллара. Здесь достаточно посмотреть на то, что происходит в последние дни. Фунт реальный аутсайдер. И дна пока не видно. Фунт продолжает снижаться. Мы анонсировали идею разгрузки этого актива еще очень давно. Даже вопреки тем мнениям, которые присутствовали на рынке, якобы, что в преддверии возможного повышения процентной ставки со стороны Банка Англии фунт будет только расти. Я ни в коем случае не советовал обращать внимание на эти заявления и слухи, которые появляются на рынке, потому что тот анализ, который мы проводили по актуальной статистике, напротив, указывал на то, что фунт будет снижаться, потому что повышение процентной ставки Банк Англии не дождется даже в перспективе нескольких лет. Раньше, когда мы говорили об этом в 2015 году, ориентировались на 2017 год, но сейчас я уже предлагаю вам полномерно по возможной нормализации денежно-кредитной политики ехать на конец 2017 года. В частности, также увеличенный формат последних торговых дней указывает на то, что фунт продолжает находиться под серьезным прессом. И где снова искать факторы, которые указывают на то, что фунт и дальше стоит распродавать? Конечно же, это снова в показателях по инфляции, потому что из-за низких данных, которые характерны сейчас и для Англии, а здесь, кстати, уже неоднократно реализованный риск дефляции, тоже страдает и потребительская активность, снижаются показатели роничных продаж, едет промышленный сектор. Мы знаем то, что за последние 3-4 месяца мы получили целый блок убедительных сигналов в пользу того, что британская экономика буквально кричит о тех проблемах, которые для них характерны. Снижаются показатели торгового баланса, мы видим рост заимствований, мы видим закредитованность рынка, то, что растет нагрузка с точки зрения ипотек. Кто-то считает, что это позитивный сигнал, потому что якобы потребители верят в экономику, поэтому продолжают брать кредиты. Но нетрудно догадаться, что если ситуация усугубится, а Китай уже неоднократно намекал на тот факт, что все-таки находится на пороховой бочке. Если Китай продолжит пладать, значит потащит с собой всю мировую экономику по принципу цепной реакции, и Англии также придется идти, скажем, следом за другими рынками и дарить медведям, конечно же, возможности для распродаж, ну а быкам указывать на то, что вы совершили самую страшную ошибку. Инфляция. Минимальные значения. Пока даже не хочу и предполагать, когда все-таки индекс потребительских цен выйдет в зону 0,5%. Мне кажется, это будет чудо, даже если это произойдет в ближайшее время. Если кто-то все-таки еще, скажем, теплится надеждой на то, что фунт будет расти из-за того, что Банк Англии пойдет на повышение процентной ставки, хочу сказать то, что не пойдет до тех пор, пока индекс потребительских цен не найдет серьезное основание для роста и не приблизится к целевому показателю в 2%. Вы сейчас видите, что это вообще нереально, а значит фунт будет и дальше снижаться. В ВВП Англии. Здесь тоже так же все хуже некуда, потому что видим снижение показателя ВВП, видим то, что этот тренд сохраняется в течение длительного периода времени. Буквально через несколько недель у нас уже будет обновленная статистика. Я думаю, что мы будем говорить о том, что и первый квартал Англия будет вынуждена иметь дело с очень слабым отчетом по экономическому расширению, хотя, учитывая то, что происходит в мировой экономике, это вполне логично и понятно. И дополнительный акцент я хотел сделать на состоянии экспорта, потому что эту негативную динамику можно уже четко интерпретировать как очевидный факт того, что фунт очень дорого стоит. Если экспорт снижается, значит нужно прийти к выводу о том, что ноги непременно растут в покупательской способности национальной валюты. Курс британской валюты очень высок, его нужно снижать, потому что дорогой фунт подрывает конкурентоспособность национальных производителей. Мы видим, как реально проигрывают производители Англии. Мы знаем то, что европейская валюта в ближайшее время, да и в любой момент может оказаться под серьезным фактором разгрузки. И если это случится, для Англии это будет просто серьезнейшей катастрофой, потому что еврозона остается ключевым рынком сбыта для британских бизнесменов. И если до этого не создать условия, вследствие которых фунт должен слабеть еще энергичнее и быстрее европейской валюты, тогда мы увидим сползание показателя ВВП в нулевую территорию, а индекс потребительских цен явно закрепится ниже нулевой отметки и уж точно уйдет глубоко в отрицательную зону. Поэтому сейчас я хочу верить в то, что Банк Англии осознал эту параллель и понимает, что сейчас лучше понемногу, не спеша, а последовательно ослаблять курсы британца, потому что непременно очень скоро мы увидим такую же слабость по европейской валюте. И это, собственно, мы сейчас и наблюдаем. Какой целью можно руководствоваться по британцу против доллара на ближайший квартал? Я считаю то, что если мы доберемся до уровня 1.40, будет очень отлично. И для этого есть все предпосылки. Фактическая цель. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Ждем, безусловно, обратного фидбэка по тому, как понравился ли вам такой формат. И если понравился, то, как я уже и говорил, среднесрочные прогнозы будем готовить именно таким образом. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.